Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и сегодня мы с вами разберем второй вариант по математике профильный базовый уровень. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и сегодня мы разберем с вами второй вариант базового уровня. И первое задание – задание на вычисление. Давайте расставим порядок действий и посчитаем данное выражение. Итак, первое у нас выполняется умножение, второе действие в скобках, и третье умножение. Итак, для верности будем считать столбик. 0,17. Нажать на 4. Итак, получаем 0,68. Второе действие, мы полученное число вычитаем из 0,89. И последний шаг. 0,21 умножаем на 2. Получаем 0,44. Это число и будет являться ответом данного задания. Второе задание – действие со степенями. Так как основания степени одинаковые, 14, то мы можем применить преобразование. При умножении показатели степени складываются, а возведение в степень в степень перебножаются. То есть получаем, что 14 в 9 нужно разделить на 14 в 9. Это у нас будет единичка. Третье задание. Из 28 человек, пришедших на родительское собрание, седьмая часть опоздала на 10 минут. Сколько родителей пришли вовремя? Давайте найдем, сколько родителей опоздали. Для этого нужно 28 умножить на 1 седьмую. Получаем 4. 4 человека опоздали. Для того, чтобы найти, сколько родителей пришли вовремя, нужно из всех вычесть опоздавшие. Получаем 24. 24 – ответ данной задачи. 3. Найти среднеквадратичное трех чисел А, В, С. Итак, найдем сначала каждое из А, В, С в квадрате. А в квадрате нам нужно 2 корня из 3 возвести в квадрат. Получаем, что это 4 умноженное на 3. Возводим В в квадрат. И С в квадрате – 81. Теперь найдем сумму А в квадрате, В в квадрате и С в квадрате. С в квадрате. Суммируем и получаем 108. Теперь находим D. Квадратный корень из 108 деленное на 3. Получаем 36 под корнем. Получаем 6. 6. Ответ данного задания. Задание номер 5. Нужно найти значение выражения. Давайте вспомним основное логарифмическое тождество. А, В. У нас основание и основание одинаково, поэтому получаем просто В. И вспомним два основных свойства логарифма. Х в какой-то степени – это степень просто опускается перед логарифмом. И еще одно важное свойство, когда у нас основание в степени. Используя данное свойство, мы решаем данное выражение. Заметим, что квадратный корень мы можем представить в степени 1,2. Теперь одну вторую, используя данное свойство, выносим перед логарифмом. Теперь, используя третье наше свойство, одну вторую, переносим сюда. И мы получаем, что логарифм основания 3 в квадрате 7. Возводим в степени, получаем 9. Логарифм 9,7. Основания одинаковые, а это значит, что выполняется логарифмическое тождество. И ответ у нас будет 7. Приступаем к следующему заданию. Литр бензина стоит 36 рублей 20 копеек. Сколько рублей сдача должен получить Андрей с 1000 рублей, если он заправит свой автомобиль на 20 литров? Давайте первым действием узнаем, сколько стоит 20 литров. Для этого 20 умножим на 36,2. 724 рубля нужно заплатить за бензин. Теперь узнаем, сколько Андрей получит сдачи. Из 1000 вычитаем 724. И получаем 276. 276 рублей Андрей получит сдачи. Седьмое задание. Нужно найти корень уравнения. Для того, чтобы решить данное уравнение, нужно представить показания одинаковые основания. Давайте вспомним, что любое число в любой степени – это единица. Поэтому мы можем записать следующим образом. У нас одинаковые основания, поэтому мы их можем откинуть. И мы приходим к обычному линейному уравнению. Переносим через знак «равно» и получаем 6,5. Ответ нашего уравнения. Итак, какой угол образует часовая и минутная стрелка? Угол, который образует часовая стрелка и направление стрелки на 12 часов, равен 10 делить на 60 умноженное на 12. От полной окруженности, то есть 360 градусов составляет полная окруженность, мы должны это умножить на 360 и получаем 5. Угол, который образует минутная стрелка и направление стрелки на 12 часов, равен 360 умноженное на 10,6 и равен 60. Тогда искомый угол между часовой и минутной стрелкой будет равен разности 60 и 55. 55 градусов – ответ данной задачи. Установите соответствие между величиной и ее возможными значениями. Давайте посмотрим, какие у нас есть возможные значения. Это у нас граммы, килограммы и тонны. И из величин выберем самую тяжелую. Самую тяжелую, естественно, будет являться автомобиль. Поэтому V будет 4. Самая легкая – это граммы. Будет масса шариковой ручки. У нас осталось две величины и два возможных значения. И оба – они килограммы. Давайте их сравним. Масса футбольного мяча будет легче, чем масса холодильника. Поэтому выбираем самый легкий из двух. Это сюда. И масса холодильника получаем 55. И запишем наш ответ. Записываем просто цифры. А будет соответствовать третий вариант. В будет соответствовать первый. В – четвертый. И Г – второй. Данная комбинация является нашим ответом. Задача номер 10. А в коробке находится 150 разноцветных воздушных шаров. Среди них 34 синих, 26 красных, 14 зеленых, 46 желтых. Остальные – фиолетовый и белый. Их корону. Маша наука достает из коробки один шар. Найдите вероятность того, что он будет не белым. А вероятность того, что Маша достанет белый шар. Белый шар. Для этого нам нужно из всех вычесть известные нам шарики. И разделить на 2. 15. 15 у нас белых шаров. Вероятность того, что Маша достанет белый, нужно благоприятные разделить на все. 0,1. Это вероятность того, что она достанет белый. Событие достать не белый шар, а обратное событие достать белый шар. Поэтому мы из единицы вычитаем 0,1. Получаем 0,9. 0,9 – ответ нашей задачи. На рисунке изображен график изменения стоимости акций по горизонтали указанной датой по вертикали стоимости. Нужно определить разницу между наибольшим и наименьшей стоимостью акций. Итак, за данный период по графику мы смотрим, что максимально у нас вот в этой точке. И максимуму соответствует 590. Минимальное значение мы также смотрим на графике. И получаем, что это 560. Находим разность и получаем 30. 30 – ответ данной задачи. Задача номер 12. В таблице указаны цены на услуги такси четырех разных фирм. Определите, сколько рублей нужно заплатить за самую дешевую поездку длиной 30 км. Для этого нам нужно рассчитать каждую фирму в поездку. Итак, первое. Что нам предлагает стоимость? Будет выходить 100 за посадку. И километраж нам нужно будет 20 умножить на 30. Получаем 700. Запишем. 700. Второй вариант. За ожидание предполагают 150. И плюс за каждый километр 18 рублей. То есть 18 умноженное на 30. Так как условия не подходят дополнительным, то не будет никакой скидки. Мы получаем 690. Третье. За посадку нам ничего не нужно будет платить. Скидка 50% на каждый километр после 20. Мы проехали 30. То есть на 10 километров будет сделана скидка. Сначала найдем полную стоимость нашего пути, а потом вычтем скидку. Для этого находим полную. Нам 30 нужно умножить на 25. И получаем 750. Это полная. Но у нас на 10 километров скидка 50%. Скидка 50% на 25 – это 12,5. То есть 12,5 мы заплатим за километр. На таких километрах мы проехали 10. То есть 10 умножаем на 12,5. Скидка составляет 125. Чтобы найти полную стоимость с учетом скидки, нам нужно и 750 отнять 125. И мы получим 2625. И четвертый вариант. Нам предлагают 50 за ожидание. Суммируем. Каждый километр после пятого 20 рублей. То есть 5 километров мы проедем за 22 и плюс. 25 километров за 20. Получаем 660. Сравниваем наши результаты. И получаем, что самый дешевый – это эконом. 625 рублей. Это и будет являться ответом нашей задачи. В кубе А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 привели сечение плоскостью, проходящей через вершины А1, С1, Д. Определите количество граней отсеченного многогранника. Итак, для того, чтобы определить количество граней, нам нужно построить сечение. Сечение мы строим через точки А1, С1 и Д. Точки А1 и С1 лежат в одной плоскости, поэтому мы можем их соединить. Точки С1 и Д также лежат в одной плоскости. И точки А1 и Д лежат в одной плоскости. То есть, в сечении будет треугольник. Мы мысленно его вырезаем и считаем количество получившихся граней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, количество граней у отсеченного многоугольника – семь. Семь будет ответом нашей задачи. На резунке изображен график функции. На данных интервалах нам нужно поставить их с характеристикой. Итак, давайте вспомним, что значение производной положительно, когда функция возрастает, и отрицательно, когда функция убывает. Давайте посмотрим, на каких интервалах наша функция возрастает. Она возрастает на интервале от А до Б и на интервале от С до Д. Значение функции отрицательно. Значение производной функции отрицательное. Значение функции отрицательное. То есть на участке ВС у нас функция убывает, то есть производная отрицательна. Следовательно, отрицательна и сама функция. И поэтому на участке ВС вариант 1. Смотрим следующее. Значение производной функции положительное, значение функции отрицательное. То есть функция лежит ниже оси ОХ, и на участке АВ она лежит ниже оси и возрастает. То есть получаем на АВ второй вариант. Рассмотрим АС. На участке АС функция просто лежит ниже оси ОХ. Значит, функция здесь у нас отрицательна. И на СД функция возрастает, следовательно, производная положительно. 2, 1, 3, 4 данная комбинация и будет являться ответом нашей задачи. Площадь параллелограммы АВ с ВД равна 48. ААЖ – высота. Найдите длину отрезка. ААЖ – В. Если ААЖ – 6. ААЖ – 6. Соединяем ААЖ – В. Итак, площадь параллелограммы – это высота умножить на основание. В данном случае высота у нас – это ААЖ, а основание – ДЦ. Из этого уравнения нам неизвестно основание. Давайте его и найдем. А ДЦ – основания равны, поэтому ДЦ мы можем заменить на АВ. И получаем, что основание у нас будет равно площади, деленной на высоту. И основание у нас равно 8. А в прямоугольном треугольнике АВАЖ – это гипотенуза. Тогда мы можем ее найти по теореме Пифагора. Подставляем наше значение. Получаем 10. 10 – ответ нашей задачи. Объем правильной четырехугольной пирамиды равен 384. А сторона ее основания равна 12. Найдите длину АПОФЕМЫ данной пирамиды. Итак, АПОФЕМЫ – это высота боковой грани. Давайте сначала найдем высоту пирамиды. Высота пирамиды падает на точку пересечения диагоналей. Обозначим точку H и точку K. СК будет наш искомый отрезок. Площадь, объем правильной четырехугольной пирамиды равен 1,3 высоты на площадь основания. В нашем случае высота – это CH. Площадь основания. А в основании лежит квадрат, так как это правильный четырехугольник. Площадь квадрата – это сторона в квадрате. Возьмем ДС в квадрате. Нам известны все параметры, кроме высоты. Поэтому выразим высоту из этого уравнения. Подставляя наше значение, получаем, что CH равен и это равно у нас 8. Тогда по теореме Пифагора найдем Апофеяму. Рассмотрим треугольник SHK. Он у нас прямоугольный. И СК будет в нем гипотенуза. СК равен корень из квадрата. И это у нас равно 10. НК – половина АД, то есть 6. Ответ нашей задачи – 10. На координатной прямой отмечены точки А, В, С. Каждой точке соответствует одно число правом столбце. Необходимо установить соответствие. Итак, первое у нас число – 150, 18. мы примерно делим в столбик и получаем, что 8,33 в периоде. То есть данная точка лежит ближе к восьмерке. То есть это точка А. Дальше. Второе число. Мы представляем, что 10 минус 1,5 – это 9,8. То есть это лежит ближе к девятке. Ближе к девятке у нас лежит точка… Ближе к десятке. Ближе к десяти у нас лежит точка С. То есть получаем, что С – это 2. Корень из 85. Нам нужно произвести оценку. Корень из 85 лежит между корнем из 100 и корнем из 81. То есть между 9 и 10. И так как 85 ближе к корню из 81, то поэтому она лежит ближе к 9. То есть ей соответствует точка Б. То есть это третий. И у нас остается, что Д – это четвертый вариант. Один, три, два, четыре. Данная комбинация и будет являться ответом нашей задачи. В классе учатся 27 учеников. Известно, что большая часть из них сдала пробный ЕГЭ по математике на оценку 5. И никто из учеников не получил оценку 2. Выберите утверждения, которые верны при приведенных данных. Оценку 5 получили менее 14 учеников. Учеников, получивших оценку 3, меньше, чем получивших оценку 2. В классе больше учеников, получивших 5, чем тех, кто написал работу на 3 или на 4. Найдутся 10 учеников, получивших за работу одинаковые оценки. Итак, давайте рассуждать. Оценку 5 получили менее 14 учеников. Сложно судить об этом утверждении при приведенных данных. Нам недостаточно данных, чтобы считать верным первое утверждение. То есть, первое минус. Учеников, получивших оценку 3, меньше, чем получивших оценку 2. Это утверждение неверно, так как учеников, получивших 2, нет таких. Не получили оценку 2. Никто. Тех, которые получили 3, не может быть меньше, чем ничего. То есть, но они есть. Мы получаем эти речи, поэтому это неверное утверждение. В классе больше учеников, получивших 5, чем тех, кто написал работу на 3 и на 4. Это верное утверждение. Известно, что большая часть из них сдала по математике на 5. Найдутся 10 учеников, получивших за работу одинаковые оценки. Но там, так как, и, скорее всего, они будут отличниками. То есть, мы получаем, что ответ данной задачи 34. Приведите пример такого четырехозначного числа, кратного 5, но не кратного 10, произведение цифр которого равна 0. А сумма цифры равна числу, которая при делении на 7 и на 3 дает равные ненулевые остатки. Пусть А – это цифра искомого. Это у нас тысячи. В – это у нас сотни. В – десятки. Аг – это единицы. Число А, В, В, Г есть искомое. Давайте рассуждать. Чтобы четырехзначное число было кратно 5, но не кратно 10, оно должно быть равно 0. Должно быть равно 5. То есть, Г у нас равно 5. А произведение цифр равно 0. Если бы, то есть, произведение В и В должны давать 0. Допустим, В равно 0. Тогда сумма… Итак, мы предполагаем, что В равно 0. И тогда сумма цифр… Тогда выполняется такое условие. Чтобы число определения на 7 и на 3 давало равные ненулевые остатки, надо, чтобы число делилось на 3 и на 7, то есть на 21. А среди всех возможных вариантов данных чисел их будет от 1 до 30. Больше подходит 21. Чтобы данная сумма делилась на 21, левая часть должна быть равна 21. 21. Если учесть, что А и В – цифры от 1 до 9, то получим 3 пары чисел. А равно 8. Или В равно 8. А равно 9. В равно 8. В результате имеем следующие числа. 8905. Данные цифры и будут являться ответом нашей задачи. На школьном турнире по старой системе подсчета очков за победу в шахматной партии игроку присуждается 1 очко за ничью 0,5 за поражение 0. Известно, что на соревнованиях шахматист набрал 20 очков, сыграв 30 партий. Определите, сколько очков набрал бы этот шахматист, если бы на данных соревнованиях использовалась новая система подсчета очков за победу 1, за ничью 0, за поражение минус 1. Пусть Х партия шахматиста выиграл. Игрик проиграл. Игрик проиграл. Иезет в ничью. Всего было сыграно 30 партий. И было получено за это 20 очков. То есть 1х. По новой системе шахматист бы, это у нас по старой, по новой системе. Вот так же бы набрал 20. Мы получаем 2 уравнения системы. И из уравнения очков по старой системе мы получаем, что z равно... Поставляем в первое... Получаем... И отсюда следует, что... И тем самым по новой системе шахматист набрал бы 10 очков. На этом все. Это было последнее наше задание. Спасибо вам за внимание. Спасибо.